МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Приветствуем вас в очередное воскресенье в свое привычное время. В 19.30 в эфире Тахлил-Нама. Анализ недельных событий, коих было немало, видит в них одну смысловую линию. Сделать так, чтобы жилось лучше. Причем в разы. Понятно, что с багажом проблем, которые имеем на сегодня, сделать это непросто. Но со временем, при должном подходе, вполне реально. Как и в регионе с огромным потенциалом Кашкадаринской области, где на этой неделе побывал президент Шавкат Мерзьёев. Маршрут был насыщенным. Предприятия, махали, кластеры, много разговоров по душам. Регион меняется, люди тоже другие. Да и задач немало. Например, только меньше половины населения области имеют централизованный доступ к питьевой воде. Сколько дорог и домов еще нужно отстроить, отремонтировать школ, детских садов. Сотни тысяч человек нуждаются в трудоустройстве. Это при том, что регион обладает несметным промышленным потенциалом. Поговорили обо всем проблемах, задачах, планах. И особо президент подчеркнул важность умного руководства. Только при нем будет результат, которого ждем. Каждый день пишется история. Нашими инициативами, сопричастностью. Но бывают события, что предопределяют мощный рывок вперед каждого региона. И тогда, спустя время, уже легко сравнивать, как было раньше и что мы имеем сегодня. Рабочая поездка президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Кашкадаринскую область была расписана буквально по минутам. Ее назвали событием знаковым. И каждый из адресов, будь то индустриальные мощности, аграрный сектор, социальная инфраструктура, диалог с простыми людьми или же контроль за тем, как реализуется система работы Махалабай, все демонстрировало главный принцип реформ. Это возвеличивание чести и достоинства человека. Да, Кашкадаря обладает огромным потенциалом, который так важно задействовать в полной мере. С учетом точек роста каждого района и города запустить работающие на конкретный результат проекты. Целевые ориентиры социально-экономического роста древнего НАСАФа были предельно ясно озвучены на встрече Шавката Мерзиёева с избирателями региона в октябре прошлого года. Актуальные задачи обозначены во временном отрезке пять лет. Определить действенные механизмы задуманного, точки роста и сферы, где проблемы все еще не решены, помогает подобный рабочий формат. На месте расставляются все точки над «и». Так было и на этот раз. Два дня, буквально по минутам расписанного визита. Встреч с утра и до позднего вечера. Первым пунктом в программе поездки стал Кугдалинский район. Инициатива образования этой территориально-административной единицы также была включена в предвыборную программу Шавката Мерзиёева. В соответствии с решением Сената Улимаджриса 17 марта этого года в целях создания удобств для населения и упорядочения процесса урбанизации был образован новый район. И этот том определён его административным центром. Настало время развивать здесь инфраструктуру. Потому президент детально знакомится в этот день с проектом планировки. Согласно ему, здесь будут построены здания для районного хакемиата и местных ведомств. Причём в одной локации. Массив – Новоузбекистан. Детские сады и школы, поликлиника, парк, объекты придорожного сервиса и торговые комплексы. Всё для комфорта людей. В скором времени будет также отремонтировано 159 километров дорог. Построено 50 километров сетей питьевого водоснабжения и 80 километров электросетей. Важно, уверен президент, строить дома, а их будет 138 пятиэтажных, энергоэффективным способом устанавливать солнечные панели на крышах. В преддверии визита президента в новом районе открылось швейное предприятие ООО «Чирокчий Кластер». И для данной структуры озвучены конкретные поручения – осваивать новые земли, повышать урожайность. Если оно увеличится хотя бы на один центнер, отмечает Шавкят Мерзиёев, сколько новых рабочих мест будет создано, сколько дополнительного хлопка сердца собрано. И тогда подобные мощности будут работать 12 месяцев в году. Как известно, президент в ходе своей рабочей поездки посетил немало адресов агросферы. И понятно, почему. В Кашкадарье доходы многих людей зависят от сельского хозяйства. Здесь в ближайшей перспективе намерены создать 286 тысяч новых рабочих мест. Поэтому особое внимание уделяется развитию этого сектора, наращиванию производства. Причем мощным драйвером в сфере выступают кластеры, взявшие ориентир на создание законченной цепочки производства, повышению урожайности, наращивание объемов экспорта. Принципиально важно, что кластерами запускаются не только предприятия с полным циклом, приобретается высокопроизводительная техника, внедряются ресурсосберегающие технологии. Именно они создают множество рабочих мест, о которых раньше жительницы сельской глубинки даже и мечтать не могли. Как вы видите, отмечает в эти минуты президент, мы принимаем очень много решений по поддержке женщин, организационной меры. Основная цель состоит в том, что вы были довольны, если обеспечить работой женщину, ее настроение будет влиять на всю семью. Она будет хорошо воспитывать своих детей. Сегодня мы привезли с собой множество планов и возможностей. Мы стремимся, цитата, чтобы наступило время, когда в Узбекистане сбываются мечты. Большое внимание уделяется женщинам, которые проживают в отдаленных районах, в областях. И многие мечтали, они вот сейчас говорят, мы только видели в телевизорах такие фабрики. И благодаря политике нашего президента, в 16 районах и городах Кашкадаринской области плодотворная работа велась по решению проблем женщин. Как сказал наш президент, когда женщина становится счастливой, когда женщина находит себя и в обществе, и в семье, выделены большие бюджетные деньги, субсидии, кредиты. Благодаря действующей системе Махалабай, Хонаданбай, Фкарабай решаются проблемы женщин на местах. Мы видим их благодарность. Президент посетил данный объект и дал поручение по решению проблем женщин, по открытию таких же кластеров в других районах Республики Узбекистан, по привлечению женщин к предпринимательству, обучению женщин профессиям, которые их интересуют, и привлечение хороших специалистов в отдаленные районы Республики Узбекистан. Данное предприятие способно выпускать 7 миллионов единиц готовой одежды в год. Большая часть продукции экспортируется под брендом «Само». Планируется наладить партнерство с другими известными компаниями. В этот день президент открыт для общения. Он с людьми встречается с местными жителями, для которых, и об этом они с радостью говорят, инициатива руководителя страны о создании нового района по сути дарит новую жизнь, комфортную, благополучную, уверенную. Цель моего приезда в Кашкадарио – не теряя времени определить планы и их реализовать. Не скрываю, я приехал с большими средствами. Но хакимы районов могут ли озвучить вопросы для решения имеющихся проблем? Да, деньги найти сложно, но чтобы они справедливо дошли до людей – это дело совести. Направить их на развитие дорог, больших предприятий, обеспечение электроэнергии. Сейчас в Каракалпакстане мы строим ветряную электростанцию в Новои Солнечную. Почему не строим в Чаракчи? Если эксперты рассмотрят потенциал сферы в Чаракчи и Кукдале, сразу скажут – давайте здесь возводить. Народ ведь должен получать выгоду от этого. В Самарканде в этом году запустим. Потому я сейчас дам поручение. Будем строить фотоэлектрические станции и здесь. Молодежь будет работать. Запустим предприятия по производству солнечных панелей, три детсада, две школы построим, дороги, сети водоснабжения. Я только что поговорил с руководителем кластера. Он сказал, что осуществил экспорт на 40 миллионов долларов. Но этого мало. Надо экспортировать на 100 миллионов. Я дал поручение. Для этого мы создадим все условия. В течение двух-трех лет кластер должен освоить 2000 гектаров. Почему землю я выделяю кластером? Потому что они действуют самостоятельно. Когда будет уверенность в завтрашнем дне? У каждого человека, в каждом доме. Если будет заинтересованность. Чтобы вместо одной коровы было две. Вместо двух овец – четыре. Вместо пятидесяти – куриц – сто. Вот она заинтересованность. Для нас, Кыгдалинцев, произошла большое историческое событие. Новый Кыгдалинский район. И первым почетным гостем в нем стал глава государства Шавкат Мироманович. В прошлом году в своей предвыборной речи Шавкат Мироманович, встречаясь с избирателем Кашидаре, обещал нам, что разъедут огромные территории Шарашинского района на две административные единицы. Потому что села и махали Кыгдалинское массиво находились в значительном отдалении от района Центра Шарашия. Это достаточно большое неудовство. Инициатива президента по созданию Кыгдалинского района имеет глубокий смысл. Каждый безмерно рад и благодарен подобной инициативе, которая изменит жизнь в лучшие стороны. Шавкат Мирзиёев строг и требовательен к руководителям, и вместе с тем добр и внимателен к народу. Это видно по его отношению к старшим, детям, нуждающимся людям. В бытность хакимом Джизакской области он привел в порядок дома Мехребонлик и Муруват. Люди хорошо помнят посещение им школы-интерната для незрячих детей в Самарканде. Сегодня эти добрые дела охватили всю страну. Когда президент выезжает в регион, он находит время для посещения таких социальных учреждений. Во время недавнего визита в школу-интернат в Алмазарском районе Ташкента Шавкат Мирзиёев сказал, как бы было хорошо, если бы в нашей стране вообще не было сирот. Наш народ поддержал эту благородную инициативу. Во всех регионах создаются семейные детские дома. В результате за последние месяцы закрылись 10 из 16 домов Мехребонлик. В Кашкадаринской области одними из первых в республике прекратили свою деятельность домами Мехребонлик номер 5 в Китабском районе и номер 4 в Камашинском. Некоторые воспитанники вернулись к родным. Другие были приняты в семейные детские дома. В этот день президент Шавкат Мирзиёев встретился с принявшими к себе детей Кашкадаринскими семьями Хусаном Халиевым и Гульбахор Ханимовой, Шакиром Суюновым и Гульбахор Хамидовой, Бахтьюёром Тураевым и Гульбахор Алназаровой. Всего в Кашкадаринской области создано 16 семейных детских домов, которые приняли 98 мальчиков и девочек. Президент выразил глубокую признательность этим семьям. Многое можно в жизни сделать, но получение воспитания детьми и проявление искренней заботы спустя годы даст очень большие результаты. Знаете, сейчас вы сами создаете себе памятник. Это памятник высокой духовности, просвещения, великодушия узбекского народа. От любой инициативы есть отдача, но от таких благородных поступков она безмерна. Вы и воспитываете юное поколение. Мы видим, что узбекский народ, он многонациональный. Любящий детей, небезразличный. Вы являетесь примером для всего мирового сообщества. Останетесь в истории, говоря, что ребёнок из другой семьи – мой ребёнок. Всё общество должно вам помогать быть вместе с вами. Всё общество должно проявлять заботу об этих детях, глаза которых наполнены светом. Пример особой заботы – это вы. Я хочу сказать моим детям, не падайте духом, это ваш дом, это данные Богом ваши родители. И получая такую заботу, воспитание в будущем, вы станете примером для многих людей, сверстников. Я в это верю. Долго будут помнить ребята этот по-особенному тёплый момент. Фото на память с самим президентом. И подарки лично из его рук. Мы приняли 10 детей, из них 4 девочки и 6 мальчиков. Они сейчас воспитываются нормально, живут нормально, они занимаются. Мы даже не думали, что мы встретимся с президентом. Мы очень рады. Мы воспитываем их так, чтобы любили свою родину и служили. Мы любим Узбекистан, мы любим президента. Мы любим всех, 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 кто живёт в Узбекистане. Что он президент сказал? Спасибо, что такие женщины, такие семьи есть в Узбекистане. Еще один аграрный адрес. И здесь новые подходы в работе. Поля фермерского хозяйства Косон в одноимённом районе, где дружно поднимаются всходы пшеницы и хлопчатника. В прошлом году земледельцами было собрано более 41 центнера хлопка и 70 центнеров зерна с каждого гектара. Доход составил 357 миллионов сумм. За счёт этого хозяйство закупило технику, внедрило водосберегающие технологии. В эти минуты звучит вопрос и тут же ответ. Что является движущей силой рыночной экономики? Прибыль. И фермерам также следует думать об её увеличении. Где есть прибыль, там будет и развитие. Для повышения производительности часть доходов нужно отправлять на науку и новые технологии. По периметру зерновых и хлопковых полей хозяйства выращиваются виноград, шелковица и тыква. Президент уверен, этот опыт необходимо расширить. Следует выращивать плодообочную продукцию на пустых участках вокруг кластеров и фермерских хозяйств. Человек, получивший урожайность в 100 центнеров, конечно же, подсчитывает доход. И если средства от 2 до 4 центнеров направил на знания и семена, в следующем году он получит 110 центнеров, 120. Всё связано только с наукой. Почему я постоянно говорю о научных центрах? Другого пути для нас нет. Ведь даёт отдачу заинтересованность. Если при усадебной участке будут приносить прибыль, общество изменится. Человек спокойно сможет отдать своего ребёнка в детский сад, пойти и в частную медицинскую клинику. А ведь раньше занимались только хлопчатником, сбором скудного урожая. Даже и речи не было о получении 50 центнеров на круг. В Кашкадаре есть возможности для развития животноводства, каких нет ни в одном регионе. Почему? Мы и говорим, нет воды. Но ведь можно внедрить капельное орошение, улучшить дренажные сети. За счёт этого можно обеспечить кормовую базу. Если мы не будем воспитывать наших детей, мы не достигнем поставленных целей. Кто реализует все проекты? Те, кто обучился в вузах. Они придут, скажут, этот сорт пшеницы здесь неуместен. Вот новый сорт, давайте внедрим инновации. Ведь получаем уже урожай шелкопряда 4 раза в год. Это тоже наука. Всё потому, что выбрали оптимальный сорт. Я, будучи президентом, даю вам не рыбу, а удочку. У вас есть руки. Сейчас для поиска есть все возможности. Не секрет одной из самых больших проблем в сельском хозяйстве Кашкадаре является нехватка воды. Поэтому внедрение технологии дождевания и капельного орошения поддерживается государством. В данном фермерском хозяйстве дождеванием орошаются 23 гектара пшеничных полей. В этом году ещё на 23 гектарах внедрят эту технологию. На 30 хлопковых – капельное орошение. В результате, почитали специалисты, будет сэкономлено 46 тысяч кубометров воды и 11 тонн минеральных удобрений. Подобные поездки каждый раз выступают и эффективной площадкой для презентации. По данной локации обсуждены проекты по совершенствованию системы водопользования. Подчёркнута необходимость налаживания государственно-частного партнёрства с кластерами для обеспечения водой их земель. Мы видим на своём примере, какой эффект для аграрного сектора дают водосберегающие технологии. Благодаря дождеваниям мы можем экономить до 30%, а за счёт капельного орошения – до 50% влаги. Это очень важно для динамичного развития фермерских хозяйств. Ещё один плюс – экономятся минеральные удобрения, а значит, значительно повышаются статьи доходов. Эти технологии обеспечивают равномерное распределение влаги, хорошее развитие и хлопчатника, и зерновых. Мы освобождены от налогов на землю и воду, и, используя эти возможности, в этом году намерены получить солидный урожай. На полях сегодня пшеницы по 110-120 центнеров на круг. И далее вновь президент на территории агроструктур – нового формата предприятия хлопково-текстильного кластера «Буньот Кор» в Касанском районе. Здесь, на основе кластерного подхода, выдвинутого главой нашего государства, создана полная производственная цепочка выращивания и глубокой переработки хлопка. В рамках первого проекта осуществлены инвестиции в размере около 21 миллиарда сумм, и создана швейная фабрика. Оснащённая современным оборудованием производства Турции и Италии, предприятие способно выпускать 6 миллионов готовых трикотажных изделий. Планируется производить одежду почти на 100 миллиардов суммов и экспортировать готовую продукцию на более чем 2 миллиона долларов. Перспективы в последнее время перед страной открылись солидные. В настоящее время на фабрике работают 320 женщин. Руководитель страны вновь беседует с простыми людьми. Новые подходы в работе – новые перспективы. В июле этого года в кластере ведут строй мощности по производству пряжи и тканей. В декабре – масложировое предприятие, то есть структура в постоянном развитии. На месте в беседе со специалистами отрасли и руководителями хлопково-текстильных кластеров решаются проблемы. Вносятся коррективы в план действий. «Мы выполнили первый лёгкий этап по внедрению кластерной системы», – отмечает президент. «Теперь можно работать по качеству, ценам и рынку. Поэтому необходимо организовать поездки и выставки наших кластеров за рубежом, то есть позиционировать потенциал Узбекистана». В числе озвученных целевых ориентиров – повышение урожайности хлопчатника для стабильного обеспечения текстильных предприятий сырьём, производства и эффективное использование синтетических волокон. Можно с уверенностью сказать, что визит президента даст большой импульс для развития промышленности в этом регионе. Надо отметить, что руководителям страны было поручено уделять особое внимание развитию промышленности и производству готовой брендовой продукции. В данном регионе драйверами промышленности являются текстильная отрасль, фармацевтика, электротехника, производство строительных материалов. Также организованы две большие свободные экономические зоны – это в городе Корши и Китабском районе. Реализуются новые проекты. Туда уже дано поручение провести всю инфраструктуру, где выделено более 70 миллиардов сумм для проведения этих работ. Также отдельно вынимаем и уделяется локализации промышленной продукции. Сейчас работаем с компаниями УЗД «Ефтегаз» и «УЗКИМОСОНАТ» для производства продукции импортозамещения. В дальнейшем планируется привлечение прямых иностранных инвестиций более 400 миллионов долларов ежегодно, что даст возможность экспортировать в готовую продукцию более 500 миллионов долларов. Как не раз отмечал глава государства, данная инвестиционная программа даст возможность создавать новые рабочие места, благоприятные условия для нашего населения – повышать доходы людей. Новые предприятия – новые механизмы хозяйствования. Экономика трансформируется, а потому важно гибко реагировать на спрос рынка труда. Не случайно глава государства посетил моноцентр Ишкем Архамаду в том же Касанском районе. Здесь налажено обучение около 20 профессиям в сферах техники и обслуживания. Учебно-практические аудитории оснащены соответствующим оборудованием, компьютерами, муляжами и другим инвентарем. Самое главное – здесь могут учиться люди любых возрастов. Сюда могут прийти все желающие, в том числе временно безработные. Пользуясь этой возможностью, местные жители осваивают профессии, актуальные на рынке труда. Ты видишь разницу в обучении там и здесь. Поэтому для всех вас у меня одна просьба. Пусть ни одна минута не проходит даром. Время очень стремительно, повышаются требования. Кто выиграет? Знающий, имеющий профессию человек. Если хорошо обучишься, тебя возьмут на работу. И телефоны, и транспортные средства чинить, сварку делать. Пусть время не проходит даром. Почему мы открываем подобные моноцентры? Для того, чтобы завтра вы нашли свой путь в жизни. Будущее в знаниях и воспитании. Ваше будущее в профессии. Вы должны сделать правильные выводы. Столько лет мы обучали в колледжах. Бесполезно. Если посмотреть, из тех, кто обучался в них, наверное, только 10% нашли свое место в жизни. К сожалению, это так. Поэтому я очень переживаю. Раньше нужно было ездить в Ташкент. Теперь мы открываем такие центры и на селе. А в будущем в Махаллях. Привлечены специалисты из Германии, Турции и Японии, которые внедряют международный стандарт обучения. При центре организованы и курсы иностранных языков. Кстати, в нем от двух до шести месяцев обучаются безработные граждане не только из Касана, но и из соседних районов. И здесь вновь встреча с простыми людьми. Только на этот раз в большинстве своем молодежью. Я рад, что вы неравнодушны к своему будущему и стремитесь к профессиям. Почему мы создаем такие центры? Раньше молодые люди уезжали в Ташкент или другие города, чтобы овладеть профессией. Теперь эти условия на локальном уровне. Наша цель сделать так, чтобы у населения были профессиональные навыки. Профессионально состоявшийся человек не останется без дела. Он всегда будет востребован. Поэтому вам нужно использовать эти возможности и найти свой путь, сказал глава государства. В прошлом году такие учебные центры были организованы во всех центрах областей нашей республики. Мы уже начали второй этап. Это организация таких же центров уже в отдаленных районах. В ходе посещения показали нашему президенту то, что было сделано по его поручению. Это значит привлечение зарубежных специалистов в процесс обучения. Мы привлекли порядка 20 зарубежных специалистов в различных профессиях. Перед ними мы поставили три задачи. Первая – это повышение квалификации наших учителей. Вторая – совершение нашей нормативной учебно-методической базы. И третья – это, конечно, обучение наших безработных граждан. Мы с начала года во всех наших моноцентрах организовали учебные классы для лиц с ограничением возможностей. Инклюзивное обучение профессиям. И в этом центре тоже на сегодняшний день обучается порядка 40 таких наших граждан. Исходя из их потребностей, исходя из потребностей трудового рынка данного региона, мы им предоставили такие условия. Перед нами была последняя задача. До конца года привлечь еще порядка 200 зарубежных специалистов во все области. И здесь учесть драйверные отрасли каждой области. И до конца года мы перед собой поставили план обучить порядка 120 тысяч наших безработных граждан этим праздничным профессиям, которые востребованы на рынке труда. Новое качество жизни – это не только работа, приносящая удовлетворение, достаток в семье – это и детально продуманные меры по обеспечению людей с жильем. То есть решение проблемы, которое нависало домоклым мечом над семьями многие десятки лет. В соответствии с указом президента от 9 декабря 2021 года, в целях улучшения жилищных условий населения ведется строительство массивов Новый Узбекистан. Подобные появятся в нескольких районах Кашкадарии. Одна из локаций – территория Махали-Дуслик в Касанском районе. В 2022-2026 годах здесь планируется построить 120 многоэтажных домов. Кроме того, будут возведены различные социальные объекты – детские сады, школы, современный сход граждан Махали, точки торговли и сервиса, свой спортивный комплекс. В нынешнем году, информировали президента, уже начато строительство 30 домов на 616 квартир. Вновь подчеркнута важность качественного возведения домов и обеспечения доступности цен на жилье. Знакомясь с проектом строящегося нового массива Янги Узбекистан в Махале-Дуслик Касанского района, президент настоятельно потребовал от строителей заострить внимание на качестве домов, в современном дизайне и доступности цен. Именно эти критерии будут способствовать тому, чтобы люди, получившие новое жилье, чувствовали себя счастливыми. Только представьте, около 60 миллиардов сумм будет освоено на строительство школ, детских садов, торговых центров и другой инфраструктуры нового массива Янги Узбекистан, который будет служить повышению качества жизни населения. При этом президенту была подчеркнута необходимость создания вокруг домов декоративного ландшафтного дизайна. В Касанском районе вырастет поселок городского типа. Второй такой будет в Якобакцем и третий в новом Кугдаринском районе. Еще один адрес рабочей поездки президента уже под занавес первого дня – Касбинский. Если точнее, Махаля-Камаши. Здесь проживают более 6 тысяч человек. В целях создания для них благоприятных условий реализована программа «Оботкшлок». Вдоль дороги, ведущей к сходу граждан, построено более 40 торговых и сервисных точек из легких конструкций. В результате трудоустроено около 200 человек. Дома обеспечены электричеством, природным газом и питьевой водой. Заасфальтировано более 8 километров. Песчаногравийной смесью покрыто свыше 18 километров внутренних дорог. Глава государства ознакомился с условиями в Махалинском центре. Понаблюдал за занятиями в детских, творческих и спортивных кружках. В результате такой работы, уверен президент, Махаля преображается. Люди чувствуют изменения. Теперь этот центр должен служить им. В нем всегда должно быть многолюдно. Необходимо наладить больше услуг, занимать молодежь спортом, различными кружками. В этом году 600 женщин были привлечены к производству швейной продукции на основе надомничества. А благодаря кооперации в 50 домохозяйствах организуется разведение цыплят в инкубаторах. Налаживается выращивание кур на мясо в 300 хозяйствах и кур несушек в 200. У нас были среди нетрудоустроенной молодежи, желающие заняться швейным делом. Мы с помощником Хакима оказали содействие 12. Работают они пока по принципу Устоз Шогарт. У одного мастера 4 ученика. Есть, кто интересуется IT-технологиями. Мы открыли для этого специальный центр. В нем также обучается молодежь. Представитель нашего района занял второе место в конкурсе «Молодой книголюб». До этого библиотека у нас была только при Махале, а сейчас построена новая, просторная, современная. Молодежь с удовольствием сюда приходит. Открыты швейные, кондитерские цеха, построена спортивная площадка с искусственным покрытием, разбит сад. Молодежь радуется жизнью. Все условия для комфортной жизни отныне есть. В открытой, искренней беседе с активом района обсуждены вопросы воспитания и занятости молодежи. Посмотрите, какие улицы, преобразившиеся в Махале, в которых открывается предприятие. Как сокращается безработица, какое внимание уделяется женщинам, какое уважение проявляется к старшему поколению. Теперь важно ответить на вопрос, что нужно предпринять, чтобы обеспечить дальнейший рост в Кашкадаре. Какие проекты можно реализовать в 813 махаллях региона? Мы стараемся решить вопросы дорог, цвета, газа, особенно питьевой воды. Изменения есть, люди чувствуют это. И в махаллях изменения есть, они преобразились. Если мы повысим в каждой семье покупательскую способность, обеспечим работой, к примеру, запустив текстильные предприятия, увеличим доходы на приусадебных участках, мы сократим безработицу. Для чего мы строим массивы Новый Узбекистан? Для людей. Аксакалы должны придавать нам силы, беседовать с людьми, вселять уверенность у них в завтрашний день. Мы должны призывать людей жить лучше, ведь в Кашкадаре есть неспосланная Богом земля. У Касбинского района очень богатая история, много интеллигенции, ветераны очень знающие. Поэтому наши внуки, правнуки должны быть еще более умными, интеллигентными, ценящими традиции и воспитанными. И тогда мы построим Новый Узбекистан, сможем достичь поставленных целей. Отметив, что Касбинский район издавна славится своей уникальной школой гончарного дела и ковроткачества, глава государства поручил ассоциации Хунарманд развивать эти направления в районе. Новые рабочие места, новые технологии, призванные задействовать потенциал региона. И по этому адресу ориентир выпуск продукции с глубокой степенью переработки. Совместное предприятие УСШУС в малой промышленной зоне города Корши. В регионе много кожаного сырья. В ходе предыдущего визита в область глава государства поручил использовать эту возможность для производства изделий из кожи. После этого в Кашкадаре было запущено 4 проекта. В частности, предприятие УСШУС создано в сотрудничестве с белорусскими деловыми людьми. С привлечением инвестиций на 6 миллионов долларов. Здесь установлено оборудование из Германии, Италии и Австрии. Создано 350 рабочих мест. Производственная мощность компании составляет 500 тысяч пар обуви в год. Сегодня изготавливается 10 ее видов для мужчин, женщин и детей. Своими качественными и дизайнерскими характеристиками данная продукция без труда замещает импорт. Вместе с тем обувь коршинского производства продается более чем в 100 магазинах европейских стран. Достигнуты договоренности с соседними государствами и Индией. Руководитель страны осмотрел процесс изготовления обуви и побеседовал с работающими здесь женщинами. Глава государства посетил нашу новую обувную фабрику «Ушойз». Этот проект стоимостью 6 миллионов долларов мощностью 500 тысяч пар обуви в год на производство установленной европейской технологии. Президент ознакомился с ними, побеседовал о условиях труда с нашими работницами. Примечательно, что в этот день на производстве был наш белорусский партнер и глава государства пообщался с ним. Василий Николаевич Мартинов поделился своим впечатлением и намерением. Он сказал, что вдохновился от этой беседы и намерен инвестировать дополнительные 1 миллион долларов для дальнейшего развития предприятия. В итоге ЧУГО будет трудоустроено до 520 человек. На полях рабочей поездки состоялась также презентация по спортивному образованию. Министр по развитию спорта отчитался о ходе реализации задач, поставленных главой государства на совещании по развитию массового спорта среди молодежи 1 апреля. Ответственным лицам поручено привлечь зарубежных специалистов. Правильно наладить селекцию и учебный процесс. А внеочередная сессия Кашкадаринского областного кенгяша народных депутатов стала площадкой принятия важных организационных решений и подведения итогов проинспектированному, определения дорожной карты предстоящих действий. Глава государства уверен, важно опираться на внутренние возможности и эффективно их использовать в нынешнее непростое время. На сессии рассмотрен организационный вопрос. Глава государства рекомендовал Мураджона Азимова, исполняющего обязанности Хакима Кашкадаринской области с ноября 2021 года на должность главы региона. По результатам голосования его кандидатура была утверждена. А затем Шавкат Перзиёев в своем спиче озвучил и глубокий анализ проделанного, и масштаб предстоящей работы. Да, сделано немало. 25 декабря прошлого года в Гузарском районе был запущен завод «Узбекистан-GTL» по производству синтетического топлива. Начата реализация проекта по расширению Шуртанского газохимического комплекса. В рамках государственных программ в этом году в Кашкадарье выделено более полутора триллионов суммах. Ведется строительство и реконструкция 2800 километров инженерно-коммуникационных сетей и 160 объектов социальной сферы. Но и вопросов, требующих решения, по мнению президента, немало. Знаете, мы сегодня решаем нашу дальнейшую судьбу. Если мы не будем думать о подрастающем поколении, матерях, акцакалах, никто другой за нас этого не сделает. Перед тем, как приехать сюда, был проведен анализ осуществленной работы в соответствии с принятыми программами. И он показал, что есть множество проблем, требующих решения. К примеру, только 43% населения обеспечено централизованным водоснабжением. Имеется множество проблем в сферах газоэлектроснабжения, внутренних дорог, транспорта, сельского хозяйства, банковско-кредитной системе. В области 108 медицинских учреждений, 172 школы, 144 детских сада требуют ремонта. Во многих детских садах и школах вышла из строя система отопления. Нет централизованного водоснабжения. В большинстве школ парты и доски находятся в непригодном состоянии. В 19 школах коэффициент посещения выше 2,5. Не хватает ученических мест. Учитывая все это, в текущем году на решение актуальных проблем в социальной сфере и инфраструктуре из республиканского бюджета будет дополнительно выделено 360 миллиардов сумм. Кроме того, Министерство инвестиций на эти цели направит льготные средства международных финансовых институтов в дополнительно 100 миллионов долларов. И это очень большие средства для Кашкадари. Разве легко об этом говорить? Это камень в моем сердце, что парт не хватает. Медучреждения, школ, детских садов. Как в такой ситуации мы удовлетворим людей? Нет, не удовлетворим. Если не расставим все по местам. В эти минуты звучит. На сегодняшний день 350 тысяч человек в регионе нуждаются в работе. Важно привлечь их к предпринимательству, ремесленничеству и надобному труду на основе новой системы Махалабай. Несмотря на огромный индустриальный потенциал, в настоящее время доля промышленности в валовом региональном продукте составляет всего 18%. Учитывая все это, на 2022-2023 годы сформированы программы из 270 промышленных проектов на 14,7 триллиона сумм. Кроме того, будет реализовано 7 крупных проектов республиканского значения. Недавно я подписал постановление, в соответствии с которым на развитие предпринимательства в регионах дополнительно будет направлено 300 миллионов долларов. Из них 45 миллионов долларов будет выделено на проекты кашкадариинских предпринимателей. Это очень большая цифра. Теперь хакимы районов должны думать об этих проектах. Место для их реализации есть. Пришло время в полной мере задействовать возможности в сельском хозяйстве. В текущем году необходимо реализовать 524 проекта на 7,4 триллиона сумм. Создать в секторе 286 тысяч новых рабочих мест. С этой целью важно рекультивировать свыше 40 тысяч гектаров земель, выбывших из оборота. В Китабском, Шахрисапском, Якобахском, Чарахчинском и Камашинском районах на 20 тысячах гектарах посадить гранатовые плантации. Только в этом году на 10 тысячах гектарах. Если это приносит доход людям, будем выращивать. Данная продукция очень востребована на экспортном рынке. В нынешнем году урожайность хлопчатника должна составить в среднем 40 центнеров. Зерна 75 центнеров с гектара. До конца года необходимо разбить 5 тысяч гектаров новых садов и виноградников и довести площади садов до 30 тысяч гектаров, а виноградников минимум до 20 тысяч гектаров. На развитие приусадебных хозяйств будет дополнительно выделено 10 миллионов долларов. В направлениях животноводства и птицеводства необходимо реализовать 270 проектов на 870 миллиардов сумм. Большие перемены в нашей области и в социальном плане, и в экономическом плане, и в плане развития предпринимательства. Глава нашего государства перед нами поставил ряд важных задач. Во-первых, большая проблема у нас обеспечения питьевой водой нашей области. В ходе своего предыдущего посещения нашей области главой нашего государства была обозначена задача о поднятии уровня обеспечения питьевой водой. Тогда этот показатель равнялся 38%. За вот эти вот 6 месяцев этот показатель достиг 43%. Главой нашего государства теперь ставится новая задача повысить эту планку до 58%. Это только одно направление. Надо сказать, что не осталось ни одной области, по которому президент не обозначил бы задачи точки роста. Особое внимание на совещание уделено и развитию социальной инфраструктуры, улучшению жилищных условий населения. В этом году в Кашкадарье будет сдано в эксплуатацию 143 многоэтажных дома на 5000 квартир. В планах строительство 1823 километров сетей питьевого водоснабжения и 1570 километров внутренних дорог. Восстановление газоснабжения в домах более 9000 человек. В рамках программ ОБОТ Кишлок и ОБОТ Махаля в этом году будет благоустроен облик 30 населенных пунктов. Даны указания по строительству дошкольных, образовательных учреждений и школ, медицинских центров, содержательной организации досуга молодежи. Словом, обозначена четкая дорожная карта реформ. Для того, чтобы каждый человек почувствовал, что он в центре всех преобразований. От грамотного подхода к работе многого ожидают и в разрезе Махалей. На видеоселекторе, который посвятили этой теме, обо всем поговорили детально. Кто, как не Махаля, знает проблемы изнутри? Она ближе всех к людям, тому, чем живут и дышат. Оттого и полномочия ее выросли. А в декабре прошлого года, напомню, в каждой Махале учреждена должность помощника Хахима района города по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности. И это совершенно новая система. Всего несколько месяцев с момента ее внедрения. Срок, конечно, небольшой, но результаты есть. Например, финансово поддержали 50 тысяч проектов семейного бизнеса. Десятки тысяч предпринимателей открыли свое дело. Но так не везде. О негативной практике глава государства говорил резко. Многие получили предупреждение. Многие ушли с работы. В неблагополучные Махали для решения проблем направят и дополнительные средства. Причем, каждая получит поддержку, исходя из ее специализации. Это животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство. Также была поддержана инициатива о создании в Махалях микропромышленных центров. А еще подписано постановление об обеспечении занятости населения путем развития надомного труда. О чем еще говорит вся Махаля в комментарии программы. На виде селекторном совещании под председательством президента 19 апреля этого года глубоко проанализированы вопросы повышения результативности системы работы в разрезе Махаля и обеспечения занятости населения. Рассмотрены первые результаты деятельности помощников Хакимов. Помощники Хакимов в течение трех месяцев полностью провели инвентаризацию 6 миллионов 900 тысяч домохозяйств, где проживает 35 миллионов 300 тысяч человек. Мы разделили эти домохозяйства на четыре категории. 11% от общего числа домохозяйств имеют малый доход. 47% домохозяйств, хотя и имеют постоянный стабильный доход, но все же нуждаются в дополнительных источниках. В 6% домов проживают люди, нуждающиеся в социальной защите. В 36% домохозяйств экономическое состояние хорошее. И в принципе можно сказать, что там проживает обеспеченное население. Иными словами, благодаря новой системе каждый Хаким и его заместитель по экономическому развитию, а также помощники Хакимов должны наладить адресную работу в разрезе 64% домохозяйств. В ходе проделанной работы сотрудниками заинтересованных министерств и ведомств, а также помощниками Хакимов в течение трех месяцев было трудоустроено 736 тысяч граждан. 54 тысячи человек прошли профессиональное обучение и получили навыки предпринимательской деятельности. По инициативе помощников Хакимов в Махаллях в рамках реализации 50 тысяч проектов семейного предпринимательства было выделено 1 триллион 300 миллиардов сумм в кредитах и 20 миллиардов сумм в субсидии. В результате в регионах налажена деятельность 47 тысяч предпринимателей, реализовано 8 тысяч проектов, связанных с малой промышленностью и оказанием сервисных услуг. Восстановлены и увеличены мощности 2,5 тысяч предприятий. Работа на основе системы Махаллябай открывает широкие перспективы по определению точек роста, специализации сходов граждан, в целом их развитию. Тему продолжим беседой. У нас в гостях заместитель директора агентства по работе Махаллябай и развитию предпринимательства Ильхам Исламович Халпаев. Здравствуйте. Здравствуйте. На видеоселекторном совещании, как вам известно, были подведены итоги работы в разрезе Махалли и рассмотрены первые результаты деятельности помощников Хакимов. Но перед тем, как перейти к повестке и итогам совещания, расскажите, пожалуйста, о деятельности в целом данного института. С 2022 года уже приступили к работе 9337 помощников Хакима. Также приступили к работе для оказания их помощи 301 представитель республики. То есть это представители непосредственно с министерств и ведомств республиканского значения, которые оказывают им содействие в работе. У нас создана платформа онлайн Махалля. Данная платформа непосредственно помогает помощникам Хакимов для направления рекомендаций к получению субсидий. Также они направляют рекомендации по данной платформе для получения кредитов со стороны граждан. И также по данной платформе они направляют рекомендации для обучения граждан. На сегодняшний день я хотел бы отметить то, что уже было обучено по профессиям более 39 тысяч граждан. По направлению предпринимательства было обучено более 14 тысяч граждан. Также хотелось бы отметить то, что более 1 триллиона 302 миллиардов сумм было получено кредитов. И более 19 миллиардов было выдано субсидий. Отныне каждая Махалля получит поддержку, исходя из ее специализации. К примеру, в сходе граждан Махалля Чекхтой, Багдатского района Ферганской области, в первом квартале этого года экспортировано обычных веников, которые готовят в домохозяйствах на 250 тысяч долларов. Местное население в основном занимается производством веников и мочалки. У нас пять предпринимателей. Посоветовавшись с ними, планируем поднять показатель экспорта до конца этого года до 1 миллиона долларов. К домохозяйствам прикрепили предпринимателей, которые способствуют таким образом решению вопроса занятости на местах. Дело налажено. Работают на дому, осуществляется экспорт, повышаются доходы населения. И мы стараемся постоянно совершенствовать эту работу путем задействования дополнительных возможностей. То есть расширяется охват. Также будем повышать объемы экспорта мочалки. Это тоже одна из прекрасных возможностей для получения хорошей прибыли. Потому данному вопросу уделяется отдельное внимание. Я участвовал на виде селекторном совещании, во время которого президент решил наши проблемы. Предоставляется широкие возможности для надомников, что придало нам силы, которые мы направим на дальнейшее развитие предпринимательства, повышение доходов населения, сокращение бедности. Отдельное внимание улучшение положения дел в махалях, ситуация в которых признана неудовлетворительной по итогам изучения. На это будет направлено 800 миллиардов сумм за счет оптимизации бюджетных расходов. Так 2,5 тысячи махалей специализируются на животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и пчеловодстве. Если им оказать дополнительную поддержку и обеспечить предприимчивых жителей инкубаторами, домашней птицей, пчелиными ульями, доходы населения возрастут. В целом в данных направлениях можно трудоустроить не менее 140 тысяч человек. Президент в регионах в первую очередь посещает Махали, встречается и беседует непосредственно с представителями схода граждан, помощником Хакима. И это не просто, это говорит о важности проводимой работы в этом направлении. Исходя из этого, мы на регулярной основе изучаем домохозяйство, интересуемся планами и проблемами жителей. При необходимости оказываем практическое содействие в выделении кредитов для занятия тепличным хозяйством, животноводством, птицеводством, рыбоводством, пчеловодством, например. Ведется мониторинг, чтобы обеспечить целевое использование каждого суммы банковской суды. А у местного населения появились стабильные источники доходов. По инициативе помощника Хакима Янгиюльского района в сходе граждан Махали-Юксалиш была выдвинута инициатива по созданию на свободной площади микропромышленного центра. На виде селекторном совещании дал предложение по развитию и расширению микропромышленной зоны. В настоящее время начаты практические работы в этом направлении. В основном это швейное дело с наличием учебных курсов на основе принципа «мастер-ученик». У наших предпринимателей как минимум по 20, а у некоторых до 120 работников. Потому внимание было сконцентрировано на создании микропромышленной зоны. Тем самым постоянные рабочие места обретут 44 человека. Также это хорошее подспорье для трудоустройства 37 выпускников школы. К примеру, шьют чехлы для автомобильных сидений. Они реализуются в столице и региона страны. Свою деятельность в качестве помощника Хакима я начал с переписи населения. Разделил его на 4 категории, которые определил президент. В четвертую категорию вошло 76%. В первую, вторую и третью категории 24%. Точнее это 145 домохозяйств. Мы изучили их путем подворового обхода и выявили 125 безработных граждан. 81 был трудоустроен. Остальные 44 также привлекаются к предпринимательской деятельности на основе принципа «мастер-ученик». Согласно моему плану, до 1 сентября этого года в нашей Махале не будет безработных. Таким образом, внимание акцентируется на расширении в Махалях небольших производств, таких как ремесленничество, швейное, кондитерское дело. Президент одобрил инициативу о создании с этой целью микропромышленных центров в Махалях. В нынешнем году на эти цели будет выделено 500 миллиардов суммов. Центры будут освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество сроком на 5 лет. Дано поручение по созданию в течение этого года 80 тысяч новых рабочих мест. В частности, по итогам первого полугодия мы должны создать 47 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день создано уже более 24 тысяч. Непосредственно в Махалях будут созданы промышленные центры. По направлению Уста-Шуагерд будут обучаться люди, которые вошли в три тетради. Для этого со стороны правительства и руководства выделены субсидии в размере 92 миллиардов на 12 тысяч незанятых наших граждан. Кроме того, выделены более 450 миллиардов суммов на 10,5 тысяч проектов. За счет этих возможностей будет создано до конца года 80 тысяч новых рабочих мест. Везде создаются равные условия. Такая же обеспеченность финансовыми ресурсами. Тем не менее, разнятся результаты. Изучение показало, что в 40% Махалей не ощущается работа помощников-хакимов. 3636 сходов граждан Махали получили оценку «неудовлетворительно». И чтобы выправить сложившееся в них положение, разработают дорожные карты. В следующих направлениях необходимо наладить системную работу. Во-первых, хакимы областей, городов и районов в течение двух месяцев должны непосредственно посетить 3636 Махалей, где социально-экономическая ситуация признана неудовлетворительной. Они должны своими глазами увидеть, что там происходит, и решить все имеющиеся проблемы. Кучкар вместе с хакимами областей в разрезе 3636 Махалей необходимо разработать дорожную карту по решению проблем. В 434 Махалях необходимо улучшить систему полива и водоснабжения, а также решить проблематику в этом плане. В 715 Махалях необходимо решать проблемы, связанные с водой, дорогами, электроэнергией, обеспечением газа. В 545 Махалях с тяжелым экономическим положением нужно организовать работу, закрепив за каждыми пятью Махалями по одному представителю банка и срочно выявить предпринимателей с лидерскими способностями. Ишметов, для развития инфраструктуры в этих Махалях и кредитования предпринимательских структур необходимо дополнительно выделить 800 миллиардов сумм. Средства нужно выделять, иначе экономика не будет развиваться. Помощники хакимов. Их деятельность во многом определяет ход реформ, в основе которых честь и достоинство человека. И тут нет места пафосу, а просто необходимо до конца осознать суть принимаемых мер в этом направлении, прочувствовать их глубину и постараться сделать все, чтобы оправдать оказанное большое доверие президента народа. На виде селекторном совещании положение в сходе граждан Махали Ихтсочи Кургантепинского района найдено неудовлетворительными. Из этого сделаны правильные выводы и ведется работа по устранению имеющихся на этой территории недостатков. Махаля Ихтсочи одна из пяти в районе с относительно сложными социально-экономическими условиями. На ее территории действует одна школа, одна негосударственная дошкольно-образовательная организация и один сельский врачебный пункт. Во время встречи Хакима области с местными жителями до них была доведена полная информация об организации в районе швейном предприятии на 500 мест. Также в процессе данной беседы приняли участие более 400 строительных организаций, которым также нужны работники. В Махале 12 километров внутренних дорог. Изучение показало, что 11 километров из них нуждаются в ремонте. Начались работы по бетонированию 5 километров и покрытию гравием 6 километров дорог. Также строится тротуар протяженностью 500 метров вдоль дороги. В ведущей к общеобразовательной школе устанавливается 3 новых трансформатора и 114 железобетонных опор линий электропередач. Определены 7 направлений, в рамках которых в районе в этом году намечается создать более 17 тысяч новых рабочих мест. Дороги были разбиты, трудно было передвигаться по ним, особенно зимой. Дети в школу ходили по грязи. Опоры были самодельными, не отвечающими требованиям. О питьевой воде можно и не говорить. Приходилось ходить за ней за полтора-два километра отсюда. В последние 3-4 дня все организации приступили к практическим работам. Все сразу оживилось. Территория охвачена большой созидательной работой. Работа и техника. Все как во сне. Заново реконструируют и стадион для нашей молодежи. Мы благодарны президенту за такое внимание и заботу о людях. Ведь раньше и не думали о таких переменах в жизни села. Сейчас оно преображается на глазах, решаются многолетние проблемы. Конечно, все рады. Все воспряли духом, воодушевлены. Махаля озаряется светом культуры и просвещением. Мадонет, Марфат, и консультуры. После критики президента вчера я сам побывал в Махале-Йошлик-2. Знаете, все можно сделать. Вот только за 3 дня протянули более чем километровую водопроводную линию. Бурят скважину. Нашлось здание для схода граждан. Свободное помещение для библиотеки. Думается, Махале-Йошлик-2 в течение месяца просто преобразится. В нашей области 1020 махалеев. В какой из них какая проблема? Какой должен быть подход к ее решению? Какая сфера является драйвером? И надо подходить к делу, ставя вопрос занятости населения на первое место. У каждого помощника Хакима в Махале как минимум 1 миллиард сумм. Это его лимит. В первом квартале этого года на основе системы Махаля-Бай создано 76 тысяч новых рабочих мест. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года всего эта цифра составляла 23 тысячи. Во втором квартале этого года мы намечаем создать около 80 тысяч новых рабочих мест. Для этого есть средства, направления. Просто нужно эффективно распорядиться ими. Разработать и реализовать проекты. Обучить этому тех, кто пока не может самостоятельно вести эту работу. Система Махаля-Бай – система, позволяющая полноценно решать эти задачи. Это самый оптимальный путь в этом плане. Согласно дорожной карте, в первом полугодии мы 9 махалей выведем из красной зоны. А 1 октября этого года мы имеем возможность перевести все 59 махалей из красной в желтую зону. И даже 13 в зеленую. А так же, в результате, мы имеем возможность вести все махалей. Ильхан Исламович, казалось бы, созданы необходимые условия, возможности, направляются солидные средства. Но все-таки, чего не хватает для развития сферы? И почему по итогам изучения ситуация в некоторых махалях была оценена как неудовлетворительная? Это в том числе, наверное, зависит и от человеческого фактора. Вы знаете, что на совещании у президента были критически оценены деятельности как заместители помощников, первые заместители хакимов районов, так же помощников хакимов. Ну, в свою очередь, мы, в соответствии с решением правительства, непосредственно при работе помощников хакимов, мы оцениваем их работу. И при достижении для их стимулирования, при достижении высоких результатов, у нас предусмотрено их материальное стимулирование. В виде выплаты, надбавок, заработное платье и премии. Это, в свою очередь, мы надеемся, что посодействует их дальнейшей работе. Также, кроме того, эта работа не оставляется. Выделение, вот как вы знаете, выделение субсидий, выделение кредитов, направление в обучение, это все является непосредственно механизм, инструмент помощника хакима для достижения его конечного результата. Конечный результат – это выведение населения из бедности. По поручению президента мы также сейчас разрабатываем новые инструменты, которые будут давать помощнику хакима возможность для выведения населения из бедности. В том числе, один из новых инструментов, который сейчас рассматривается, это выявление со стороны помощников хакимов пустующих зданий, земельных участков и выставление их на аукционные торги. В свою очередь, при реализации данных зданий и сооружений, определенный вопрос рассматривается, определенная часть суммы будет поступать непосредственно в Махалют для развития их, в том числе, инфраструктуры. Во исполнение поручения главы государства по выявлению пустующих сооружений территорий со стороны помощников хакимов за три месяца их деятельности по республике выявлено более 5000 таких мест. В частности, в Шахлисабском районе в четырех Махалях выявлено по четыре объекта, общая площадь которых составляет 24 гектара, имеющих солидный потенциал в сфере туризма. Они будут использованы для привлечения предпринимателей в этом направлении. Кроме этого, руководитель страны обозначил эффективный механизм, который направлен на приближение помощников хакимов к населению Махали. Еще одна хорошая возможность для обеспечения работы женщин и лиц с инвалидностью связана с расширением на местах надомного труда. Предпринимателям, работающим с надомниками, будет направлено 500 миллиардов суммов из программы семейного предпринимательства, а также предоставляется поручительство фонда предпринимательства в размере 75% и компенсация по части расходов по кредиту, превышающей 10%. Мы занимаемся надомным трудом. Так как увеличивается спрос на нашу продукцию, мы выдвинули инициативу по созданию в каждой Махале мини-швейного цеха. И она была поддержана со стороны главы государства. Намерены в каждой Махале Сардаринского района создать такие мини-предприятия на 30 рабочих мест каждое, что послужит дальнейшему увеличению экспортного потенциала, повышению благосостояния народа. В рамках проекта по надомному труду, созданного со стороны нашего кластера, в 30 Махалях нашего района хотим организовать швейное производство. У нас имеется 7 пустующих зданий, которые хотим предоставить на арендной основе, а в остальных Махалях построить вот такие мини-цеха из легкой конструкции. 25 швейных машинок со всеми необходимыми условиями. В результате будут созданы новые рабочие места. Сами надомники получат возможность платить только социальный налог, как самозанятые граждане, а заработная плата за первый месяц работы в отдаленных районах будет покрываться за счет государства. Сфера услуг имеет большой потенциал в плане обеспечения занятости населения, повышения его доходов, сокращения бедности, на чем в стране специализируется более 2000 Махалей. Потому уделяется особое внимание вопросу создания в них с более чем 20-тысячным населением центров розничной торговли и услуг, которые сроком на 5 лет будут освобождены от уплаты налога на землю и имущество. Воспользовавшись такими льготами, к примеру, в Каракульском районе Бухарской области при содействии помощников Хакима в нынешнем году планируется создать свыше 15 тысяч новых рабочих мест. Предоставленные налоговые льготы со стороны главы государства и микропроизводственные центры дадут свои положительные результаты в развитии данной сферы. После визит-электорного совещания со стороны помощников Хакимов начали поступать инициативы по созданию 306 точек сферы услуг в общей сложности на 29 гектарах. В текущем году планируется реализовать 727 проекта в этом направлении и повысить показатель предоставляемых услуг в районе в полтора раза. Создадим около 4000 новых рабочих мест. В первом полугодии текущего года в республике на основе системы Махалабай намечается вместе с помощниками Хакимов создать в общей сложности полтора миллиона новых рабочих мест. А значит, процесс будет набирать обороты, воплощая в жизнь множество идей, инициатив, проектов, которые и так важны на данном этапе развития страны. Она же в процессе обновления и ставит перед собой цели, направленные на повышение благосостояния народа. Говорят, что счастье – это вопрос порядка и дисциплины. Пусть всего у вас будет в достатке. Это была Тахлил Нама. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова